из которых нужно сложить последовательный ряд. Секции туннеля осторожно опускают на предназначенные позиции. Успех уже близок. Но рано утром, в воскресенье 22 сентября 2001 года, возникает аварийная ситуация. Смыкающаяся с землей секция, расположенная на противоположной стороне пролива, дает течь. Водостойкая пломба дает трещину. Атлантический океан начинает пробиваться через трещины со скоростью 265 тысяч литров в минуту. Когда мы туда добрались, я увидел то, что невозможно было представить даже в кошмарных снах. Объем поступающей воды был просто невероятным. Я думал, что мы способны справиться с любой проблемой, но матушке природе удалось надрать нам задницы. Когда подводная часть туннеля быстро наполнялась водой, это вызвало угрозу дисбаланса давления. Если оставить это без внимания, секции туннеля могут отделиться от своих оснований. Каждая секция весом с военный корабль, и если хоть одна из них обрушится, это может обернуться трагедией для проекта и города. Если туннель сдвинется с места, мы затопим центр города. Сойдя с опор, он может обрушиться на ветку метро и затопить ее. Это может обернуться страшной катастрофой. Команда мгновенно мобилизует силы. У них есть считанные минуты на решение проблемы. Они решают открыть переборки между секциями туннеля и намеренно затопить туннель и шахту, чтобы нормализовать давление. Это значит, что строительное оборудование будет испорчено. Но другого выхода нет. Способ подействовал. Давление было нормализовано, и туннель выстоял. В тот сентябрьский день, когда мы затопили шахту и позволили воде заполнить весь туннель, наступил самый трудный период за все время строительства. Мы были уже близки к финишу, и тут, в самую последнюю минуту, мы были отброшены далеко назад. Было невозможно смотреть на лица людей, которые положили на этот проект 6, 7, 8 лет жизни и сутками трудились, а потом смотрели, как их работу смывает вода. Это был разрушительный эффект. Работы не возобновлялись более трех месяцев. Эта задержка стоила 10 миллионов долларов. Но это был не самый худший исход. Работы над строительством туннеля продолжились в середине января 2002 года. Работы уже ведутся с опозданием, а бюджет возрос до 14 миллиардов долларов. Доверие общественности подорвано. Но с учетом долгосрочности строительства проблемы еще не закончились. Когда закончится строительство туннеля под проливом и линией метрополитена, перед инженерами возникнет очередное препятствие. Это южный вокзал города, который опутан сложной сетью железных дорог. Строителям придется прокладывать туннель под рельсами, и им нельзя будет помешать ни одному поезду. Проблема заключается в том, что в данном месте туннель проходит под землей на глубине всего 5 метров от поверхности. Глубина, сравнимая с самой большой глубиной бассейна. Если прокладывать туннель на такой глубине, поверхность под рельсами может собраться в складки и деформировать их. О закрытии станции не может идти и речи, ведь ей пользуются около 150 тысяч человек ежедневно. Даже незначительное вмешательство может привести к крупному сходу поездов с рельс. Чтобы все прошло успешно, команда должна убедиться, что почва, которую они будут копать, достаточно прочная. А это уже следующая проблема. Начиная с 1630 года, город Бостон расширялся и постепенно занял всю бухту. Сегодня 70% города построено на насыпной почве, состоящей из кирпича, дерева, бетона, земли и песка. Под всем этим находится слой голубой глины. Строители понимают, что при прокладывании тоннеля на такой глубине могут происходить обвалы почвы. Им придется найти способ, чтобы ее заранее укрепить. Выдвигается гениальная идея о том, что почву можно заморозить. Там было намешано такое количество разных видов почв, что невозможно было применить ни одного стандартного подхода, чтобы сделать ее твердой. И тут кто-то выкрикнул, а давайте ее заморозим. Сотни тонких трубок были опущены в землю вокруг железнодорожных путей на глубину до 13 метров. Соленая вода, охлажденная до нуля градусов по Цельсию, циркулируя по трубам, постепенно снижала температуру почвы, пока она не замерзла. После того, как почва была заморожена, команда начала возводить зону застройки, названную «Шахта-Домкрат». Внутри нее будут располагаться бетонные секции туннеля. Команда устанавливает первую секцию туннеля в позицию и начинает продвижение вглубь промерзшей почвы. Как только убирается очередной пласт земли, в работу вступают огромные гидравлические домкраты, которые продвигают секцию в образовавшуюся пустоту. Техника применения домкрата в строительстве туннелей очень медленная. Восьмичасовая смена рабочих двигает одну секцию всего на 91 сантиметра. В некоторых местах мы находились всего в пяти метрах от поверхности и двигали конструкции туннеля размером со спортивный школьный зал, прямо под рельсами. В течение всего строительства 150 тысяч пассажиров, проезжая над стройкой, даже не подозревали, что происходит под землей. Строительство туннеля и соединение его с 90-й автострадой заняло 15 месяцев. В январе 2003 года этот соединительный элемент был открыт для общественного пользования. Пожалуйста, искупайте их в овациях. Они заслужили их, реализуя этот проект. Теперь аэропорт Логан соединен с Южным Бостоном туннелем, который проходит под гаванью, над веткой метро, продолжается под железнодорожной станцией и соединяется с 90-й автомагистралью, которая соединяет город с Сиэтлом, расположенным на западном побережье Штатов в 4971 километре от Бостона. С открытием нового средства сообщения транспорт, устремляющийся в аэропорт с южной и западной частей города, теперь именует центр. Впервые с начала строительства общественность может ощутить преимущество большого туннеля. Но времени на празднование выделено мало. Как только строительство начинает приближаться к центру города, команде приходится вступить в дебаты с местным населением. Остался один противник. У обеих сторон не осталось жизни. Я есть как на иголке. Когда закончено соединение туннеля с 90-й автострадой, строители готовятся приступить к замене наземной, загрязняющей город автострады на новую, подземную. Планируется разобрать уже существующую автостраду и заменить ее на восьмиполосный скоростной туннель, точно повторяющий изгибы надземной дороги под землей. Оставался открытым вопрос о том, как можно было проложить туннель под высотными зданиями, не ослабив или даже не обрушив их оснований. Еще одну проблему создавал очень высокий уровень грунтовых вод города. Большую часть туннеля придется прокладывать не под землей, а под водой. У команды сформировался план. Фундамент туннеля будет подведен прямо к надземной автостраде, что позволит и укрепить, и продолжать использовать ее. Туннель поведут прямо под главной артерией города. Звучит очень просто на словах, но сложно на деле. Фокус заключается в использовании особой суспензии, смеси каменноугольного ила и воды, плотность которой половину меньше, чем у бетона. Ее будут использовать, чтобы стабилизировать неплотную почву в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Команде предстоит построить несущую стену, которая примет на себя вес надземной автострады. Для того, чтобы реализовать это, они роют ряд углублений, каждая по 3 метра в глубину и метру в ширину. Некоторые из углублений удлиняют до 42 метров в глубину. Когда слабый грунт удален, пустоты заполняют смесью каменноугольного ила и воды. Это помогает не допустить обрушения конструкции. Затем с каждого конца углубления ставятся стальные опорные балки, чтобы создать укрепление. В конце концов, из углублений выкачивают суспензию и заменяют бетоном. Застывая, он образует крепкую, армированную бетонную стену. Этот процесс сотни раз повторяется с каждой из сторон подземной артерии. Результатом которого является несущая стена длиной в 5 километров, принимающая на себя вес автострады. Она же потом будет служить стенами туннеля. Была установлена система домкратов, которая буквально приняла на себя вес существующей автострады, который впоследствии должен был быть перенесен на новое возведенное сооружение. Получается, что новое сооружение теперь полностью держит вес, который держала на себе старое. Убираем опоры, и ничего не меняется. Такой прием применялся 68 раз по периметру всей наземной автострады. В общей сложности строители с помощью домкрата удерживали 552 тысячи тонн стали и бетона. Вес в полтора раза превышающий вес Empire State Building. В течение всего процесса